здравствуйте дорогие друзья с вами Светлана Морозова и вы со мной на моем канале ЭКОЛПЫХОТОМСКАЯ леса моя чернобура и ты чё нос то запихала снег ты наверно мышкуешь что ли? сейчас она конечно мышей не ловит вообще никого не ловит миролюбивая собака но понюхать любит всякие наморки всякие следы мишка тоже пауктам ушел куда-то далеко вперед сейчас его только по следам найти можно его следы нести ими не перепутаешь таких огромных собак у нас тут редко встретить можно деловой дом и снег не такой да посмотрите какая ровная гладь вот там под снегом спят кедреныши вот это тот еще торчит пока но скоро и его засыпет а там целая куча кедренышей засыпано уже снегом вот весной будем их рассаживать потому что здесь не дадут им расти здесь просека здесь все вырубает каждый год проходит бульдозер и все бурробит поэтому придется их пересадить они такие хорошенькие-хорошенькие так сейчас посмотрим какой глубины ну уже хорошо так сапоги скрывать можно начерпать если по сугробам лазить ну мы пойдем по тропинке гуляют смотрите какая красота рука у меня немножко замерзает конечно ну правда сегодня тепло минус 18 всего но сейчас ветерочек и ветерочек нехиленький и так немножко в лесу немножко сумрачно но зато здесь нет ветра тишина покой красота поеваешь стаська стоит и слушать чё тут вещаю заканчивается у нас дрова ребят мы столько их много заготовили но были сильные морозы и все игрова заканчиваются но пока снега мало есть возможность есть возможность еще привести вот тебя был там еще запрячь в нарды же повозил дровишек а то жирно позвоночник прощупывается но он должен прощупываться так у нас нормальная фигура в общем-то нормальная не сильно не жирный но и не худенький вот моя задача сейчас найти что-то подходящие на дрова еще мишка лапах застревает лед выгрызает а у тебя ничего не застревает да носище чуть хлеба снег ешь и ешь и ешь и ешь как будто буду на просто хулиганье тачка мне весь карман прогрызла дырка у меня получилось вот играет в цепицу играет в цепицу в карман игры сделал вот его ой какой воздух ребята знаете чё ищите возможность чаще бывать в лесу неважно в сосновом белом пехтовом хоть в лиственном хоть в каком но в лесу надо бывать чем часть тем лучше да вот там вот у меня собаки то любят смотрите какая моя нога какая у него нога а у меня сапожищи рыбатки если он захочет кого-то загрызть то бесполезно мне пытаться как-то его останавливать но на мое счастье он интеллигентный пес спокойный такой флегматичный вообще он даже не гавкает никогда на улице во дворе гавкает на улице нет вот тут бы музыку какую-то ну или вам скрип снега вы говорите нравится вот плохо у меня стабилизатора нет я стараюсь камеры не трясти двумя руками держу сейчас телефон чтобы и скрип снега записался и лес сейчас он вот так вот поднимем собаки бегают туда-сюда туда-сюда это стаська с мишкой а вот там ходит такой вальяжной походкой слушает что-то давайте посмотрим может тут где-нибудь следы чьи-то интересные смотрите что я нашла вот это пень хороший такой пенечек а рядом с ним сушина стоит тонкая но мертвая мертвей не бывает уже облезлая вся караун облетает а вот еще одна вот она некоторые деревья аж хрустят то ли от снега то ли от мороза вот пока ветра нет пока весь снег на деревьях в основном сейчас посмотрим не ну есть есть вот длина сапога вот такой снежный покров нормально так ну-ка удастся мне тут смолу отщипнуть чуть-чуть чуть-чуть получилось я ее сейчас съем вот просто так вот тут вот еще капельки есть очень сложно ее добыть потому что она вон видите в каких количествах всего ничего вот я вот так хожу и собираю ее помаленьку вот всего и не на каждой сосне ну вот ну можно разве меня наказывать за то что я спилю вот это вот облезлая ну звучит хорошо вот еще одна мертвая тут мертвых раз два три и пень как раз мне на машину ну считай дрова я нашла а вы свидетели что это были мертвые деревья если что заступайте за меня это мои старые следы по ним уже кто-то прошел ну может и мои же собаки это папоротник вот так вот он выглядит когда зимой там вижу то ли пихты то ли елки хочу к ним подойти так шерсть свою оставляет вот так вот волки находят собак вот я сейчас гуляю по лесу да в таком теплом костюме в шапке мне не надо работать валить лес я сытая я сытая здоровая ну относительно это я к тому что вот как представлю как люди в сталинских лагерях вкалывали на морозе лес валили сейчас минус 18 а они при минус 45 работали сейчас заводы останавливают когда минус 45 а тогда ничего не останавливали ни заводы ни смены в лесу Стаська хитрая по моим следам идет не охота ей целину так так нет полезла полезла что там кто там кем там пахнет ни одну лису ни одного зайца мы еще не видели даже следов не видели ну правда снегопад был и все занесло смешная у нее морда такая когда она ее из снега вытаскивает вся снегу прям как лиса мышкует чем не лисоток чернобурый а это елка красивая правда их тут 4 штуки вот одна побольше чуть поменьше потом еще и сзади там еще одна прислонилась только по-моему это не елки а пихты вот это вот это вроде как елка у ел ой да это елка а вот это вот ребята пихта самая натуральная у нее иголочки нежные нежные они совсем совсем не колючие обожаю пихты мне их запах нравится и внешний вид нравится и вообще я бы с удовольствием бы жила там где они растут я в прошлом году посадила себе пихтеныша маленького ну маленькая маленькая сейчас под снегом стой стой ничего нравится тебе гулять нравится так вот перчатку схватит утащит так на смотрите что я нашла там чей-то домик кто-то там живет там маленькая знаете как почему я думаю что кто-то там живет потому что там куржак есть то есть там кто-то дышит ну тогда испарение от дыхания то снег там более такой крупный я сейчас туда не хочу лезть мало ли кто там живет ясное дело что там мелкие звери ну и зачем его будить вдруг там бурундук допустим или еще кто-то ничего не надо я один раз поехала за грибами в сосновый лес и увидела там бурундука а у меня с собой были шишки я их для белок брала я взяла шишку кинула он так быстро среагировал на нее как будто знал всю жизнь этот звук когда шишка кедровая падает на землю сразу схватила и сразу давай ее потрошить и так я ему несколько шишек перекидала и он все потрошил но это было давно у меня вообще тогда не было ни камеры ни телефона ничего такого но с тех пор я без шишек в сосновый лес не езжу если что белку угощаю бурндука угощаю смотрите какие сосны они в общем-то большие взрослые им явно вот этой может быть лет 150 вот этой 200 их скорее всего оставили на развод во время Великой Отечественной войны вон там видите вот это все молодые сосны они не посажены они сами выросли я когда была маленькая ходила здесь по этому лесу с бабушкой мы здесь видели пни полтора метра шириной часто такие пни попадались то есть я так думаю что это еще во времена Великой Отечественной войны этот лес был выпилен а вот эти вот раз уж они такие да то их оставили на развод то есть время от времени да в лесу попадаются толстые сосны мощные значит так вот наши предки позаботились чтобы было комусь и не надо ждать ну сосновая поросль быстро лес быстро зарастает вот этим вот вот сосна ей пожалуйста ей лет 60 вот этой вот лет 70 ну так примерно точно я не знаю это надо кольца считать вот кедровые леса есть более матерые их берегли их не трогали ну а сосна во-первых растет быстрее и во-вторых менее ценная чем кедр там куда-то далеко ушел ну а че братва домой пойдем все нагулялись сами домой пошли а я не пойду вот домой я дальше гулять буду мне тут нравится че стусь устала а я знаете че хожу я еще смогу вот еще толстые сосны интересно что они рядом стоят друг с другом макушки так немножко колышется конечно какой-то там наверху ветерок есть а внизу тишина снежинки летят ой так хорошо такой воздух а во рту у меня смола представляете как я сейчас ездила в город ну так промерзла все а смола прекрасная штука для иммунитета если что-нибудь начинается там першить горли там или насморк или еще что-нибудь со спичечной головку там кусочек смолы съел и красота а там тоже домик чей да видите куршак это как бы вентиляционное окошко от норочек где-то в другом месте а здесь полянка с кедренышами вот кедреныш вон кедреныш сплошные кедреныш и вот маленькие маленькие есть а где мужики то а стаська со мной кой ой я вижу елку красивую сейчас я до нее дойду но сначала поснимаю вам этих кедров ну посмотрите какие красавчики стройненькие хорошенькие какие у них иголочки посмотрите длинненькие иголочки вот такие дровые иглы похожи на зайцев глазки я ему приделала а уши и все остальное тоже так же будет смотрите елка какая вся я в снегу прям новогодние я сегодня наверное полные сапоги наберу снега интересно здесь сугроб прям получился на ней маленькая такая ну пушистая стачка стряхни с нее снег или не надо пусть она будет нарядная такая шубки беленькой не надо ни с чего снег стряхивать ну че домой пойдем вот так я тебя поймаю все стой 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 все сейчас на поводок возьму ну все друзья идем мы домой хотела нам вот эту соснищу показать ну как сказать соснище вот ну 250 лет ей может даже 300 точно есть очень широкая но еще очень даже живая и рядом с ней тоже стоит что замерзла домой хочешь ну сейчас пойдем целый куст можно сказать таких толстых сосен а я сегодня гуляю долго но насобиралась его вот столько вот смолы но видите здесь есть прозрачная янтарная такая я ее больше всего ценю свеженькая уж не знаю какая на самом деле более ценная но я больше всего ценю такую и она поедет в посылке к одному из вас но тот кому она поедет еще не знает что это будет это будет сюрприз для него ну а на этом я заканчиваю это видео кому понравилось ставьте лайки нажимайте на колокольчик кто не подписался подписывайтесь всем всего доброго продолжение следует